Приветствую вас, друзья! Давно уже обещал сделать туториал по настройкам перед игрой, которые нужно делать перед каждой игрой, для того, чтобы вам было комфортнее играть, и ваши игроки делали именно то, что вы хотите делать, а не то, что хотели бы 2K, чтобы они делали. Это совершенно две противоположные вещи, как правило. Ну и мы немножко сегодня поговорим с вами про защиту. Буквально немножко, потому что последние три года защита и NBA 2K это взаимоисключающее понятие, ее здесь скорее нет, чем она есть. Тем не менее, о ней немножко мы поговорим, чтобы вам было хотя бы немножко легче защищаться. Итак, ну прежде всего я хотел бы, о чем я хотел бы поговорить, это где вы можете посмотреть различные туториалы, прежде всего очень много спрашивают про дриблинг. Для того, чтобы посмотреть туториал про дриблинг, вам не нужно искать какие-то видео-туториалы в ютубе, потому что для того, чтобы сделать качественный туториал про дриблинг, нужно потратить много-много-много часов на монтаж и специальные знания иметь. Ну, как это делают 2K, например, да. Вот здесь вот в этом вот 2K Tips Glossary можно даже не зная отличные языка, да, то есть все посмотреть очень наглядно, где показано, обратите внимание, все очень и очень понятно визуально. Если вам какие-то слова непонятны, ну, черт возьми, ну, блин, откройте вы, не знаю, Google переводчик на смартфоне там или словарь возьмите. В конце концов, и посмотрите, эти слова будут очень часто повторяться, особенно если вы, например, читаете туториал там про дриблинг, и никаких проблем у вас с ним не возникнет. Потом вы будете эти слова выучить, и в последующем вам это очень пригодится. Здесь можно очень удобно переключаться, видите, на L2, R2, то есть, например, вот дриблинг, да, то есть я буквально нажимаю R2, у меня уже туториал по дриблингу идет. Все здесь очень наглядно показано, например, там дриблинг, вступление, да, дриблинг стайлс, там, например, и так далее. Все здесь очень и очень понятно. Дальше вы там переходите, там, в типс, например, да, то есть вы взошли на вкладку дриблинг, и потом L1, R1 вы переключаетесь между, там, различными, там, например, спринт, как там с ускорением бежать, да, Signature Rhythm Dribble. То есть, все очень и очень понятно. Здесь вам все покажут вариантов просто, ну, очень много. Для того, чтобы подготовить специальное видео по дриблингу, во-первых, понадобится несколько часов, да, во-вторых, видео будет слишком длинным, поэтому проще, мои рекомендации, то есть, смотрите вот эти видео, например, там какие-то 3-4 интересные для себя вещи нашли, заходите в игру, там, или заходите во фристайл, и пробуйте все это повторить, запоминайте, чтобы у вас это все здесь откладывалось. Это единственный нормальный способ изучения дриблинга, каких-то получений, каких-то знаний, туториалов. Я видео по дриблингу делать никогда не буду, потому что это абсолютно бесполезно, и совершенно во всех смыслах бесполезное занятие. Тем не менее, мы сегодня с вами поговорим про настройки, как я и обещал. Часть этих настроек можно будет делать, не заходя еще до начала игры, но об этом я и скажу попозже, какие из них можно будет сделать. Все мы будем это делать, просто play now, для того, чтобы у меня было достаточно времени, на то, чтобы все настроить и объяснить. Объяснять я буду вкратце, многие вещи вам придется просто поверить мне на слово. Что они так нужны, я не буду фокусироваться на объяснении каждой настройки, чтобы сильно не растягивать видео. Ну и прежде всего, да, перед каждой игрой вам появляется такая press options, вот видите, да? Press options для того, чтобы настроить, например, ну не знаю, обычно старт мы все выставляем корректно, например, если вы играете в MyTeam, да? А лавка, например, если вы нажмете R2, кнопку R2, ну и на Xbox, если вы играете, это RT, то у вас появляется, например, Bench, здесь вы можете внести какие-то коррективы, да, выход лавку, выход игроков запаса. Обычно сейчас традиционно, да, все уже стали менять пятерками, то есть играет первая пятерка, вторая пятерка, все, то есть, ну как правило так. Как заменить полностью пятерку, я об этом тоже скажу чуть позже. Когда вы готовы, все настроили, может быть, старт немножко подправили, если вы играете Play Now Online, вам не нравится старт, вы можете там каких-нибудь игроков там перенести, я не знаю, поменять их, вы нажимаете Ready, и здесь дальше появляется такая вещь, как настройки матчапов, что это такое, тоже нужно об этом сказать. вы можете это настроить и во время игры, но у вас просто пауза ограничена двумя минутами, и новичкам будет тяжело в эти две минуты уложиться, чтобы все настроить. Поэтому вы можете настроить это до игры, но единственный недостаток, что ваш соперник будет видеть, что вы это делаете, и он сразу же может, ну так скажем, ну это будет, скажем так, не совсем правильно раскрывать перед ним все карты, что вы делаете. Например, у вас есть хороший защитник, который стоит на SF, ну к примеру, да, вот у игрока есть Стефан Карри, и я захотел бы, например, чтобы Татум, или как правильно, не знаю, не почитается это имя, да, он его держал, а Клей Томпсон, например, держал там Карри Иринг, ну к примеру, да, там, здесь кто-то очень странно настраивается, окей, да, то есть здесь Татум, например, а здесь Иринг, держит, но, еще раз говорю, лучше это делать в игре, но если вы новичок, делайте хотя бы сначала здесь. Нажимаем Ready, когда мы готовы, и перед тем, как начнется игра, вы сможете опять же зайти в настройки, и вот здесь вот у нас начинается, вот теперь самое интересное. Матчапы можно также настроить вот здесь, кто кого опекает. Я очень рекомендую просто иметь всегда, всегда, хотя бы одного игрока, особенно играть в MyTeam, хотя бы один SF, SG, либо PG, из них должен очень быть топовым дефендером, то есть, вот у меня, например, топовый дефендер в команде, это Doomers, у него хофтный дефенсив стоппер, это бейдж такой, он опекает просто великолепно, я всегда его ставлю на разыгрывающего, а разыгрывающего ставлю, например, опекать SG, ну, примерно так, для того, чтобы соперник не особо-то мудрил, и там, пытался пробежать в краску, его очень хорошо опекают. Идем дальше, defensive settings, вот здесь возникает больше всего вопросов у многих, и, кошка мешает, противная, иди оттуда, давай. Итак, on ball pressure и off ball pressure, то есть, это прессинг, on ball of ball, сразу же говорю, надо ставить тай-тай, можно, конечно, со всякими настройками тут поиграться, но уже, не знаю, года три последних опыт показывает, что именно вот так вот оптимально, то есть, компьютер, так скажем, меньше тупит именно при этих настройках. Дальше у нас идет force direction, это то, куда и игроки должны, скажем так, выталкивать, что ли, игроков команды, когда они пытаются, там, атаковать кольцо, в данном случае, это middle, это, как бы, в центр площадки их выталкивать, а baseline, это за пределы площадки, скажем так, по-русски. Дальше, onball screen у нас идет, здесь делайте просто under, это для того, чтобы защитники не, не оббегали, ну, то есть under есть, и switch можно полностью, чтобы заменялись, но это я не рекомендую этого делать, и также есть еще один вариант, go over, мы, здесь будет много таких настроек, и я рекомендую делать, там, где возможно, делать under, чтобы игроки, после скрина, все-таки, пытались, как бы, играть, становиться, скажем так, перед тем, кто ставит заслон, чтобы игроку было тяжелее, при этой настройке, игроку тяжелее, пробегать, под кольцо, то есть, ну, в данном случае, либо вы, конечно, будете опекать, если вы on ball играете, то вы будете вставать, там, перед тем, кто ставит заслон, либо это будет делать компьютер, если вы играете на центре, например, или, или того большого, которого вызывают, например, пф, вы тоже переключаетесь на пф, и не даете, скажем так, им пробегать под кольцо, все-таки, в этой части, ну, последние три части, они, прежде всего, сфокусированы на атаке в краске, поэтому, в основном, все, конечно, бегут в краске, но, тем не менее, вам иногда будут попадаться игроки, у которых есть, например, Стефан Карри, и он будет, после заслона, очень часто выбегать, как раз-таки, на трехочковую и кидать трешку, если вы видите такого игрока, то вы можете делать go over, но, в таком случае, вам нужно будет выбрать конкретного игрока, в данном случае, вам, вот, если вы нажимаете L2, R2, то вам можно будет выбрать конкретного игрока, на ком вы делаете эти настройки, но, сейчас, сначала сделать абсолютно на всех, а потом, например, отдельно на Стефан и Карри, на Стефан и Карри, например, вы выбираете Стефан и Карри, и делаете ему go over, ну, что, ну, умный человек, все-таки, будет Стефаном Карри не на кольцо бежать, это логично, да, а пытаться после заслона просто открываться и кидать средний, либо дальний бросок. Надеюсь, здесь понятно. Настраиваем дальше. Там еще где возможно мы делаем go under, а там где у нас идет там хедж, например, да, вы делаете catch-hedge. Не буду долго заморачиваться зачем, просто поверьте, что это так и нужно. Здесь опять же центр делаете catch-hedge. Stay attached. Вот что это такое, то есть, ну, вкратце, да, то есть, может быть, вот эта вещь, она очень полезна в двух случаях. То есть, если игрок очень часто играет пик-н-поп, то есть, если он чередует пик-н-ролл и пик-н-поп, я надеюсь, вы все знаете, что это такое. Если нет, то смотрите следующее видео, следующее видео у нас будет по различным, различным вариантам атак, в том числе я разберу, конечно же, пик-н-ролл и пик-н-поп. Какие вообще есть варианты атаковать баат-окей серии. Итак, если игрок не играет пик-н-попы, а он играет только пик-н-ролл, это примерно 90-95% игроков, которые настолько безмозглые, что они вообще ничего не умеют, что кроме играть, там, я не знаю, кроме того, чтобы играть пик-н-ролл, ну, как правило, реально, они этого ничего не умеют. И даже пик-н-ролл не все умеют играть. Особенно правильно. Против них лучше ставить ноу. Но если вы видите, чтобы хотя бы раз игрок против вас играл пик-н-поп, то лучше сделать ес. Тогда большой будет всегда оставаться с большим. Он не будет подстраховывать проход под кольцо, а он будет всегда держаться большого, и тогда пик-н-поп по сути нивелируется. Но это создает определенные трудности, конечно, при защите именно пик-н-роллов. Дальше, пост. При, ну, скажем так, длительном тестировании, что же из этих вариантов лучше, я и многие другие пришли к выводу, что это все-таки 3-4 топ. Дальше. Ну, в ball screen здесь у нас тоже идет go under. Здесь double team пост всегда main all. Лучше этого не делать. Ну, если против вас играет какая-нибудь совсем глупая ракушка, вы видите, да, что, ну, вообще-то чувак постоянно заигрывается на на триблинге, там, застаивается, или он играет, как вариант, он против вас играет только комбинации. Вот он играет или одну, например, комбинации. Я встречал таких чуваков, которые играют в игру одну комбинацию. Тогда, вот в посте всегда main all, а здесь вот, если вы видите, что вот такой чувак, который постоянно в одном месте торчит и на периметре ждет, пока кто-нибудь там откроется с комбинацией, просто делаете он кэтч, и на него будет очень часто стягиваться на периметре, когда он стоит, вдвое защитников, он будет очень быстро терять мяч. Как правило, такие игроки не готовы к этому. Но, в стандартной ситуации, если вы играете против нормального соперника, умного, да, то лучше ставить main all все-таки. Ну, и для большинства это будет так. Но, как только вы видите комбинации, выставляете он кэтч, и получаете easy win, что называется. Switch rules. Что здесь? Я разные вещи перепробовал, и Switch Hall, и Switch Bigs, но все-таки я рекомендую делать только Switch Guard здесь. Здесь, видите, вообще вы должны понять один принцип, я надо было сказать с самого начала. У вас ни одна настройка здесь не должна стоять на авто. Если хотя бы одна настройка здесь стоит авто, ломается абсолютно все. То есть, все, что вы делали и настраивали, тогда становится бесполезным. Ну, вот так вот работает игра тукей, к сожалению. И так эти все настройки, они периодически компьютер проявляет, скажем так, инициативу очень часто. А если вы оставите что-то авто, тогда все ломается. Поэтому здесь лучший метод оставлять гвардс, чтобы маленькие только свитчились между собой при пик-н-роллах. Screen help rules. Здесь есть два варианта, два, скажем так, две основных теории. Кто-то любит no help в обоих случаях ставить, но я все-таки заметил, мне больше нравится вот этот вот вариант средний. Help and no rotation. Мне кажется, это немножко лучше помогает при именно пик-н-роллах всяких. Все, по defensive settings мы поговорили. Еще раз говорю, на каждого игрока можно переключаться L2, R2, ну, либо на геймпаде Xbox это LTRT и настраивать индивидуально. Например, на Stephanie я все-таки рекомендую это делать. Дальше, System Proficiency. Вообще, если вы очень много кидаете трешек, то я рекомендую использовать Pace and Space. И там даже в positive, вы видите, справа написано, что увеличивает количество трехочковых. Если вы играете комбинации, а мы об этом поговорим в следующем видео. Если вы играете во всех остальных случаях, если вы играете, ну, то есть у вас нет какого-то фокуса на трешке, на постоянно открытые броски, тогда выбирайте баланс, это идеальный вариант. Ну, вот я уже выяснил для себя, что это идеальный вариант. То есть, если у вас какой-то другой тренер, вы можете прямо здесь выставить System Proficiency. Я рекомендую во многих случаях это все-таки баланс. Пока вы не научились играть комбинации. Coach Settings обязательно настройка. И когда вы играете в онлайне, вот здесь нужно зайти и вот эта настройка, она всегда стоит на ON. Если она стоит на ON, то все, что вы настраивали вот здесь, оно не будет работать. Будет работать то, как задумал компьютер. И оно всегда, еще раз говорю, в онлайне, оно всегда включено на ON. Вам нужно заходить и вручную переставлять. Эти настройки, все остальные, можно настроить до игры. Можно настроить как в главном меню, так и, если вы играете MyTeam, то в меню MyTeam. Здесь все остальное нужно делать на manual. Вы просто посмотрите, как настроено у меня. и все у вас будет хорошо. Вот здесь defensive communication можете оставить ON, если вам это нужно. Мне это лишнее отвлекает, когда игроки общаются между собой и вам нужно следить, что они там предлагают друг другу делать. Но все-таки искусственный интеллект в этой части настолько как бы ущербный, что я не думаю, что они мне будут как-то помочь. Coaching Sliders тоже важная часть и здесь нужно первые три полоски делать в ноль. Просто поверьте мне, что это нужно делать. Ну, во-первых, вторая, для того, чтобы игроки меньше совершали каких-то непонятных телодвижений по площадке, они все равно будут это делать. Очень глупые различные маневры, в ненужный момент побежать под защитника и так далее, когда он открытый. Ну, и чтобы они меньше играли в зону, а больше, скажем так, в данном случае играли персонально, персональной опекой занимались. В принципе, наверное, все. А SignPlace это доступно в MyTeam это недоступно, это доступно только в PlayNow и PlayNow Online. Здесь вы можете выставить приоритеты, но об этом мы поговорим в следующем видео, какие именно комбинации вы можете играть на том или ином игроке. Наверное, так, по Options еще можно в Settings зайти, да, да, это я забыл. О контроллерах Settings также очень важно, когда вы будете играть в онлайне. Здесь очень часто настройки сбиваются. Посмотрите просто все, как настроено у меня и делайте все то же самое. Долго тут объяснять нет смысла, просто посмотрите. Единственное, что я рекомендую, также рекомендую, да, вот здесь сделать Custom и вот Pass Direction, чтобы у вас все-таки хоть как-то, то есть уже 3 года подряд, к сожалению, пас через кнопку паса, в данном случае через крестик, либо на, если вы играете на Xbox, то через A. Он уже давно сломан, пас очень часто отдается в каком-то рандомном направлении, абсолютно независимо от направления стика, но тем не менее это помогает. Лучше все-таки в Tukey 16 и в Tukey 18, вообще, я не знаю, когда это исправят, все-таки отдавать Direct Pass. Direct Pass, это когда вы конкретному игроку передаете пас. Дальше, Defensive Assist, ну, здесь вот тоже очень спорно. Я рекомендую пользоваться все-таки от 50 до 90, 100 лучше не делать, 50 до 90, это чтобы, если вы особенно играете онбол, немножко, скажем так, легче было персонально опекать. И Box Out Assist лучше делать на соточку, потому что, особенно в этой части, особенно, раньше, например, в Tukey 15 это нужно было лишь чуть-чуть добавлять, а теперь надо делать на сотку, потому что реально самому делать Box Out очень тяжело, особенно против компьютера. Offensive подборы в этой части просто невероятно тащат, и разработчики так и не смогли их пофиксить, хотя в патчноутах они это оторозили. Итак, давайте начнем саму игру, и я покажу, какие вы можете сделать, теперь осталось лишь сказать о том, какие нужно делать настройки во время тайм-аута. Также эти настройки вы можете делать, если вы уже настолько сильно прошарены на крестовине, на самом геймпаде, вот здесь вот, да, вы можете все эти настройки выбрать во время во время самой игры. Например, я нажимаю влево и делаю Man to Man защитную. Нажимаю влево опять на крестовине и выбираю, например, Half-Core Trap. Это очень решает против там, ну, скажем так, не очень умных пацанов, мягко говоря. Но я все-таки рекомендую, да, там, когда хотя бы минута прошла, игроки маленько устали, взять тайм-аут и настроиться во время тайм-аута спокойно, не отвлекаясь во время игры. Я, и даже я так делаю для того, чтобы во время игры меньше отвлекаться на эти вещи. Заходите быть коучем и здесь, соответственно, нажимаете кнопку геймплан. Давайте я немножко потише сделаю игру, чтобы геймплан и здесь настраиваете что? То есть сет оставляем Half-Core и здесь выбираем 4-1. Я играю 4-1. Я знаю, что сейчас существуют какие-то чизы для того, чтобы играть 5-1, хотя его уже отключили в игре. То есть он сейчас не работает. Но как-то люди чизят и играют его. Как только я узнаю об этом, как я обязательно сделаю видео на ютубе для того, чтобы всем пользоваться чизом, его все-таки отключили совсем. Здесь в фрилансе я рекомендую делать Space the Floor. в настройках. Дальше защита. Самая стандартная защита, конечно, Half-Core Man-to-Man. Если игрок постоянно долбится в краску, постоянно, то играйте против него 2-3 зоны. Но при 2-3 зоны, если у него очень хорошие атакующие из периметра, то вам очень часто придется самим вручную переключаться и, конечно же, помогать контестить дальние броски. Давайте еще раз возьму тайм-аут. Объясню дальше. Снова заходим в режим коча. К сожалению, видите, видео, и даже эти видео, они не получаются короткими. Здесь мы посмотрели, да, то есть вы можете выбрать еще раз Half-Core Trap против не очень умных игроков. Это очень решает. Дальше. Идем дальше. L2, R2 переключаемся, да? R2. Здесь у нас подборы. Всегда в этой части именно в Tukia 18 делайте Crash Offensive Board. Это очень вам поможет. Темпа делайте на автомат, если вы особо не знаете, но я делаю, например, Patient Offense, да? То есть спокойное нападение без паники какой-то. Primary Focus оставляем. Team Adjustment ничего здесь не трогаем, только краж за глаз и второе агрессию, То есть рекомендуется многими, я тоже считаю, что это правильно делать, плей-консерватив, так меньше фалят. Слишком много фалов, к сожалению, в этой части. Но в принципе все здесь вы можете еще персонально на каждом игроке во время тайм-аута, если не успели во время паузы понастраивать там дабл-тимы, там, как он будет при пик-н-роле с ним играть и так далее. Итак, давайте просто дадим сопернику мяч и последнее, что я хочу сказать, да, как я и говорил про защиту, то есть защитные настройки я вам сказал, про защиту, то есть вы можете, да, опекать персонально, но и в этом году, в отличие от туки 16 и 17, есть какой-то в этом смысл, то есть если вы очень хорошо играете онбол, то небольшой, но смысл в этом есть, скажем так, вы сможете защищаться, ну, примерно, так скажем, где-то на 3,5 балла там, да, компьютер может делать это примерно на 3, на 3 балла, к примеру, да, то есть это не панацея, то есть лучше все-таки, на мой взгляд, особенно, зная, как сейчас играют люди, большинство людей, все-таки дефится на центре, то есть вы стоите на центре и не даете ему атаковать постоянно краску, а компьютер, соответственно, защищает периметр, это очень и очень помогает, подстраховывать, так сказать, а еще раз говорю, при, например, при зонной защите вам нужно будет постоянно подстраховывать и переключаться, сейчас я примерно покажу, как это будет выглядеть, просто скину мяч, то есть ваши игроки не сильно растягиваются по площадке, вам придется вручную, вот видите, вот сейчас мне приходится подбежать и контестить, не всегда это работает, и еще раз говорю, если вы играете, например, против Golden State, лучше всегда играть, обязательно играть, просто мэн-то-мэн, это самый лучший вариант, остальное доверьте компьютеру, в этой игре нет защиты, ребят, к сожалению, в 2K15 была последняя игра, где была достойная защита, и вы могли реально очень хорошо индивидуально защищаться, я научился играть как раз-таки on-ball в 2K15, и благодаря on-ball игроки, скажем так, которые плохо играли в нападении, очень сильно страдали от этого, сейчас в этом большого смысла нет, несмотря на то, что там многие говорят, что вот типа это стрёмно и так далее, ну вы можете, не знаю, так думать, но тогда просто постоянно к вам будут приходить в гости и данчить, все очень и очень просто, ну что, наверное, на этом все, ждите следующее видео, не забывайте подписываться, ставить лайки, задавать, может быть, какие-то вопросы, которых я не коснулся здесь, будет у меня возможность, обязательно отвечу, и следующее видео, которое совсем скоро появится, я надеюсь, здесь, я поговорю про варианты нападения, мы поговорим про плейбуки, с вами про то, какой лучший плейбук, какие из него используют комбинации, самые там интересные, про пик and roll, пик and fate, наверное, поговорим, ну вообще, что вообще можно в этой игре делать, с точки зрения нападения, вариантов очень много, на самом деле, к сожалению, немногие этого знают, и немногие этим пользуются, на этом все, не забывайте ставить лайки и подписываться, до новых встреч, пока-пока.